Света у нас гуляет с Тайсоном. Тайсон! Тайсон! И муж, да, распилит этот доски, сейчас будет убирать. Тайсон! 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 Даже не видит нас уже, ребята, вечер. Сегодня приехали гости в баню моются, поэтому видео путем не снимала. А вот там вот, сейчас постараюсь приблизить вам, показать. Ваня! Ваня! Света, скажи ему помахать! Им! Что такое? Как будто бы разводы на стекле. Привет! 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 Там Окса, Марина и Ванечка играют. Они там себе домик такой устроили. А я пока решила записать видео на ответ на ваши вопросы. Сегодня мне поскидывали опять несколько человек и буду отвечать на них. Всем спасибо! Всем добрый день, дорогие друзья! У нас новый день, новый влог. Время 10-11. Ой, 11 часов. Сейчас девочки собираются в школу. Сейчас со Свете поглажу паровым утюгом блузку. Вот такой вот у меня паровой утюг. У нас просто наш утюг опять сломался. И приходится опять паровым все делать. Ванечка смотри на мультики смотрит. Сегодня садик не работал. Да, кашель у него уже почти прошел. Сегодня еще попадаю сиропчик. И значит завтра в садик пойдет. Я думала у него не пройдет кашель. Нет, проходит. А так все у нас хорошо. Всем желаю хорошего дня, хорошего настроения. Берегите себя, берегите свое здоровье. Всем еще раз здравствуйте. У нас уже день. Приехала у меня Катюша со школы. Я поехала в город. Мне надо забрать машинку для стрижки. Мы ее заказывали в Алберес. Такая же, как у нас предыдущая была. Нам очень она понравилась. Поэтому я опять такую же заказала. Стоила она 1900. Так как мне надо мужчин моих постригать. Мне дешевле машинку заказать, чем каждый месяц их отправлять в парикмахерскую. Ну и по пути там мне надо купить. Кате для трудов косую бейку, линейку закроющих, металлические шпульки, ну и всякое такое. Для моих швейных. Дел, ну не моих, а детей. Поэтому идем. Дорогие друзья, я уже приехала с города. Купила почти все, что мне надо. Не нашла только эту. Линейку закроющих. Да, во. Все, Маша мне напоминает. Как она называется. А так почти все купила. То, что ребятишкам надо. И то, что мне надо. Ну я в основном ездила заказ забрать. Это мы заказали машинку. И вот Катя-ка школе купит то, что ей надо. Сейчас покажу все свои покупочки. Так, вот мои покупочки. Так, дорогие друзья, ну в первую очередь показываю. Купила порошок, потому что у меня закончился. Всегда беру Тайт Аквапудра. Мне очень нравится и для цветного, и для белого. Также взяла туалетную бумагу пять штучек. Так, вот так буду отодвигать. Взяла еще один набор швейный, чтобы у Светы вот такой вот уже есть. Взяла в этот раз для Катюшеньки. Там есть и метры, и ниточки, иголочки, булавочки всякие. Потом взяла на запас еще вот такие ниточки. Им тоже на труды понадобятся. Кисточек нехватка, потому что у нас Ваня портит кисточки. Он рисует, и потом можно после него кисточку выкидывать. Поэтому вот еще купила кисти. И заказывали мы себе машинку для стрижки. Обошлась вот такая вот машинка 1900. Мы такой уже пользовались. Нам нравится. Больше пяти лет мы ей пользовались. Поэтому рекомендую еще. Взяла на Валберес. Была скидка, поэтому взяла. Ваня, тише. Дальше. У меня проблема с руками. Вот видите, мозоли везде. Вот здесь мозоли все везде. И поэтому я сошла. Купила вот такой вот себе крем. У нас тут 54 рубля. Самый дешевенький взяла. Вот я брала его до этого. Мне он понравился. Дальше. Взяла контейнер для спагетти в фикс прайсе по 149 рублей. Также у нас девочки просили меня еще купить им алмазку. Вот такую вот купила. Такой у нас еще не было, да, Маша? 77 рублей. Ну, тут вот такая вот красивая. Девочки будут выкладывать. Потом они все покажут. Вот такая вот. Дальше. Взяла я порошок чистящий. Сода пималюк. С лимоном для мойки. Также деткам купила какао. Я им редко такое беру. Но любят они. И купила 8 йогуртов. Дальше потом взяла шпульки металлические для машинки. И для штор специальную ленту. Вот такие вот все у меня покупочки были. Дорогие друзья, у нас вечер. Сама учись. Девочки прибираются в своем шкафу одежду. Да я тебя, Маша, не показываю. Не бойся, я специально отвернула к окну. Ну, прибираемся дальше в шкафчик. Молодец. Отражение вот не видно. Да там не сильно видно. Так что не бойтесь. Ванечка пришел. Ваня, в баню ходил, да, Ваня? Ваня, в баню ходил? Ваня красивый, да, мальчик стал? Ой, какая прическа. Не, а какой ты стал? Классный, скажи, вот такой вот. Классный, скажи. Ну, он пустой. Ну? Ну, он пустой. Ну, ну, ну. Я помыла Ваню с Мариной. Марина завтра в садик пойдет. Ваня я все-таки вызову врача. На всякий случай. Потому что знаете, что сейчас происходит везде. Поэтому я решила, что я вызову врача. И воспитателю я позвонила, предупредила, что лучше я покажу его. Так что завтра ждем врача в гости. Посмотрят его, скажут, что и как. Если все нормально, то они справку дадут, то, что в садик можно. Если все-таки какие-то отклонения есть, ну, я имею в виду то, что горло красное или еще что-то, то тогда он останется у меня дома лечиться. Лучше уж перестрахуюсь я. Я вся красная, потому что я маленький в бане мыла. Поэтому вот так вот. Так что вот такой вот у нас был день. Снимала сегодня немного. Уж извините, пока еще в колею никак не войду. Как немножко время освободиться, буду больше снимать. Сейчас надо бы, по идее, побольше снимать, чтобы побольше заработать можно было. И, Света, я снимаю, ты кричишь, чтобы можно было подзаработать и детям купить к зиме. У меня же мой Илья, у меня Илья забрал. И поэтому, чтобы на свете обувь покупать, надо ребяткам кое-что покупать. К зиме, к весне, к осени. Да, поэтому постараюсь по два потом видео выпускать. Пока постепенно будут снимать. Так что оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал. Спасибо, что вы остаетесь с нами. Ну и всем пока-пока. Всем добрый день, дорогие друзья. У нас время 10.33. И знаете, я сегодня пытаюсь все утро дозвониться до детской поликлиники. Вообще никак. Ура, дозвонилась. Светик сейчас собирается поедет за Оксенькой. Потому что опять некому забирать, получается. Я с маленькими дома. Сегодня Марину тоже оставила. Из-за того, что я ночью долго не спала, но стиралась. Я уже спать легла в 3 в 4 утра. И получается, слышно, прям двое кашляют. Подхожу мне Марина с вами. Оба кашляют. И поэтому я сегодня Марину тоже не повела. Лучше я ее покажу врачу. Она хоть и один раз за ночь покашляла, но я лучше перестрахуюсь. Говорят, где в большой семье многодетная, если один заболел, то все пойдут болеть. Ну, у нас обычно так. Если один заболевает, то все начинают болеть. Я очень надеюсь, что все пройдет и будет все хорошо. Ванечка там мультики смотрит. Я сюда ушла специально, чтобы звонить. Дозвонилась. Сейчас у тебя все заколки, что ли? Надо еще такие заколки купить. А у нас на Невтяниках есть? Такие. Крепкие. Неслабые. Надо потом купить. Папа придет, я потом схожу в магазин. Надо молоко купить. Хлеб у нас, да, закончился? Вчера весь хлеб съели, да сейчас в эту печку топить. Там, по идее, суп есть. Ой, извините, пожалуйста. Просто я говорю, я легла уже в 3-4 часу спать, и вообще не выспалась. Стирала, потому что вчера у нас было отключение воды. И Ваня у нас с Мариной вчера художники, ведь, красками. Ваня, как обычно, мажет-мажет кисточкой, потом раз об себя все. И потом мама стирает. Поэтому как-то вот так. Ладно, дорогие друзья, всем желаю хорошего дня, всем желаю хорошего настроения. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал. Пишите ваши вопросы, я постараюсь ответить. И всем хорошего дня. Всем привет. Скажите привет. Привет. Привет, да. Мы сидим, ждем врача. Оксана уже со школы пошла. Ты что, спать хочешь? Ваня, ты зачем подушку изрисовал? О, это что такое? Кто изрисовал? А это кто рисовал? Май. Ты? Да. Красивые рисунки рисовал, да, Ваня? Да. Да. А это Майния, если я изрисовываю. Пожопи получит, Марина, потому что раз обои она изрисовывает. Сидим, ждем врача, да? Я уже развесила белье. Еще надо развешивать, но пока не вешаю. Дождусь, врач уйдет. Потом дома развешиваю, потому что на улице все веревки у меня заняты. Да. Что ты там показываешь? Белье там развешено? Да. Да, да, белье развешено. А папа? Папа на работе. Мама, наезд? Да, ушел папа, все. Ну-ка, фломастером там нельзя. Закрывай фломастер, где колпачок? Ванечка, где колпачок? Закрывай. Запутался в штор, когда... Ты что, под идеалу залезла? Я диван заправила погрывалом, а не под погрывало лезут. Дома-то тепло бы. Что? Да, ладно. Марина сегодня тоже дома осталась, потому что ночью она покашляла немножко. Оксана, подвинься. Давайте вот эту подушку у вас декоративную сюда брошу. Все, дорогие друзья, приходил врач, посмотрел Мариночку, посмотрел Ванечку. Сказали, горло красное. Но у Вани кашель уже как бы влажный и отхаркивающий. Она даже слышала, как он кашляет. Сказала, пить сиропчик от кашля, брызгать горлышко, можно полоскать. Но вот полоскать у меня есть чем, слава тебе, Господи. Надо только сейчас поеду. Егорушка придет со школы, чтобы было с кем маленьких стать. И поеду в аптеку, у меня нет арбидола противовирусного для детей. И вот сказала, купить, попоить. И в пятницу пойдем на прием. А так вот до пятницы будем на больничном сидеть. Теперь у меня будет проблема, это забирать Оксану со школы. Ну, что-то придумаю, ничего страшного. А так посмотрели, сказали, по идее, так-то не сильно хорошо, что вовремя обратилась к врачу. Не сильно, все нормально. Перестраховка всегда важна. Так что берегите себя, берегите себя здорово. Ладно, жду Егора и поеду в город за лекарством, за арбидолом. Дорогие друзья, я вспомнила, что я вам обещала фотографию кухни, но так и забыла вставить. Приношу свои извинения. Сейчас я ее сфоткала и сейчас я в это видео вставлю эту фотографию. И меня просили также фотографию стола или видео записать. Какой-нибудь сейчас я схожу, постараюсь немножко приоткрыть коробку и записать, какой будет рисунок стола, видео. Тоже табуреты покажу, но они, правда, еще не собраны. Муж их еще не собирал. Он сказал, вот когда кухню мы доделаем, тогда мы все соберем, новую всю мебель в кухню, чтобы у нас там было все новое. Еще, конечно, посуду хочется новую. Я тут присмотрела себе одну кастрюльку такую, знаете, керамическую. Она не керамическая, как это, наподобие чугунков, но очень классная. Мне очень нравится. Я своему уже давно говорю. Он говорит, ну вот получишь свою зарплату и покупай себе кастрюлю. Ну, она, конечно, не дешевая. Она 2000 рублей стоит, но она такая баская. Ну, пока у меня, конечно, это все отложится, потому что я хочу детей одеть. Поэтому пока все остальное откладывается. Ладно. Сейчас вам покажу фотографию кухонного гарнитура. Так, дорогие мои, вот такие вот. Сейчас попробую немножко. Вот такого цвета стулья. Не хотела я такие, потому что обивка быстро рвется на таких стульях. Не хотела я таких. Ну, ладно, что теперь говорить-то. Так, сейчас попробую хотя бы немножко раскрыть стол. И вот, видите, лаймовый рисунок. Тут лайм и лед. Фотографию на компьютере постараюсь сделать и вам вставить тоже, потому что так плохо видно. Но вот в целом вот такой вот столик. Я сегодня весь день стираюсь, потому что вчера было отключение воды. И получается так, что не стала развешивать белье в тазике. Так и стеет, потому что врач придет, чтобы над головой не висело. На улице все веревки заняты, в пестрое все занято. Да. Так нету бумби? Ложись, поспи. Нет. А что нет-то? Марина с Оксаной спят, а ты не хочешь. И вот так вот он вредничать не хочет. И вот сейчас буду развешивать дальше белье. Потом мне надо помыть зеркало вот это вот. Потому что Ваня его периодически, видите, вот оно такое заляпанное получается. Ваня его периодическими ручками трогает. И получается заляпанное. Так что будем вместе с вами мыть его. Ленту я купила для тюлей. Сегодня занесу швейную машинку. Муж настроит ее. Старые шторки пока какие у меня есть. Приделаю специально эту ленту. У меня, кстати, где-то здесь эта лента. Девочки, видимо, брали. Куда-то убрали. И повешу... А вот она, эта лента. Света, потому что смотрела, вот такая вот лента. Правда, закрыта. Но сейчас я попробую открыть вам и показать, что за лента так. И вот купила, чтобы на шторы, потому что тут же вешал, ну как, корнистый новый. И вот такую вот специальную ленту, видите, взяла для шторок. И вот буду делать. И также девочкам в школу вот такие вот штучки. Ну, купила, ну, наборчики плюс еще взяла. Я им по одной штучке взяла и себе дома три штучки, чтобы у меня в машинку менять можно было. Запасные, чтобы были. У меня, по идее, пластиковые есть. Ну, пластиковых у меня очень много. Но учитель сказал им на металлические. Ну, а что я буду мараться две штуки брать? Я сразу пять штук взяла. Вот так вот. И поэтому будем с вами из старых шторк перешивать и делать не на сюда шторку, мальчикам в комнату шторку и на кухню шторку. Потому что, которую я в экспрессе купила, она не такая. Сейчас я вам даже постараюсь ее показать. По рисунку она должна быть вот такая вот, ровная, да? Но, когда я ее открыла, я очень сильно ужаснула, с какого она состояния. Сейчас я вам покажу. Она, во-первых, для кухни не подходит. Она очень, ребята, большая. Так, может быть, свет выключить? Да, вот так вот, мне кажется, лучше будет. Она просто ужасно большая. Видите-ка? И она, получается, вот так вот идет. Видите как? И не туда, и не сюда. Но мы решили так, что мы эту шторку оставим в зале. Будем менять. Мне понравилось вот это вот, чтобы промежуток был. Оно получается, если сделать, видите, вот так вот. Это я напополам сложила. И вот здесь хвостик длинный. И в зале будет очень хорошо этой шторочки. Конечно, расстроилась. Хотела, думала, на кухню новую повешу, и будет красиво. Но написано, хотя, для кухни. Ну, хоть, вот тут, да, размер я уже только потом увидела. 223 на 170. Что-то я сразу размерку не поспустила. Да. Ну, молодец, повес. Но ничего страшного, будет у нас еще одна тюль в зал. Так что, вот как-то так. Ладно, дорогие друзья, пойду развешаю белье. Потом помою вот это вот зеркало, Ваня. Тут уже даже фломастер. Сегодня врач пришел, знаете, а он у меня сегодня вместе с Мариной красками рисовали, и фломастерами рисовали. И руки у них от фломастеров-то не отмываются. Она говорит, ну, весь изрисованный. Я говорю, ну, так художник ведь растет. Рисует везде все, что ни по поди. Марина уже обои испортила и зарисовала. Я ее, конечно, отругать-то отругала. Сказала, что нельзя. Но рукоприкладство такого, не дай Боже. Никогда на ребенка руку не подниму. Так что, вот такие вот у нас, ребятки, дела. Вы оставайтесь с нами. Подписывайтесь на наш канал. На этом я свое видео завершу. Всем скажу, берегите свое здоровье. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok